Хей, ребята, всем привет! С вами Диана, и недавно в своей группе ВКонтакте я устраивала голосование, в котором спрашивала вас, ждёте ли вы на моём канале видео о фильмах и книгах, которые я посмотрела, прочитала, и большинство проголосовали за положительный ответ. А так как я люблю видео на такую тематику, то я сегодня снимаю для вас ролик о книгах, фильмах, мультиках и сериалах, которые я посмотрела и которые мне понравились. Ну что, начинаем? Поехали! И начнём, пожалуй, с книг. Если вы смотрели моё предыдущее видео, где я рассказывала о себе, то помните, что я говорила, что в детстве я не любила читать, но сейчас я не против проводить время за книгами. И первая книга, о которой я хотела бы вам рассказать, это книга Шарлотты Бронте «Джен Ээ». Это произведение первое, которое мне понравилось. Летом я села читать по школьной программе и начала свой список с произведения Шарлотты Бронте. Я не заметила, как весь день просидела за этой книгой. Именно тогда я поняла, что книги бывают очень интересными. «Джен Ээр» очень похожа по своему содержанию на сказку «Золушка», только отличие в том, что «Джен Ээр» более реалистичная, нежели «Золушка», а «Золушка» более сказочная и волшебная. Ну а теперь я хочу вам рассказать о тех книгах, которые я прочитала не так уж давно и которые мне безумно понравились. И первая книга — это книга Нила Геймана «Никогде». Эту книгу я показывала в одном из своих роликах, а именно во влоге зимнем. И если вы помните, то я говорила, что обязательно расскажу про эту книгу. Так вот, этот момент настал. В ней присутствуют два мира — Нижний Лондон и Верхний Лондон. Для того, чтобы написать эту книгу, автор, путешествовав по канализациям Лондона, брал все различные экскурсии. Как говорил сам Нил Гейман, на самом деле канализации не такие, какими их представляют люди. Здесь совсем не воняет и очень красивая кирпичная кладка. Здесь стоит жуткая вонь только в одном месте, а крыс здесь и вовсе нет. И мне кажется, что именно благодаря таким путешествиям Нила мы попадаем не в вымысел, а как будто в реальность. Автор очень красиво описывает все приключения главных героев. И да, также я бы хотела обратить ваше внимание на оформление этой книги. Практически на каждом поле присутствует рисунок, который отражает все то, о чем сказано на этой страничке. Эта книга очень интересная, она завлекает читателя, но не грузит. И несмотря на ее большой объем, она читается очень легко и быстро. Следующая книга, которая мне нравится тоже очень сильно, это книга немало известной американской блогершей Зои Саку, которой на канале сейчас где-то примерно 12 миллионов подписчиков. Книга называется «Девушка онлайн». Я прочитала пока что только первую часть, но начинаю уже читать вторую. Книга очень интересная. В этой книге рассказывается о 15-летней девочке, чья жизнь в сплошной неловкий момент. Друзья, школа, панические атаки и страхи, обо всем этом она рассказывает в своем анонимном блоге «Девушка онлайн». И когда случается один очень неприятный, неловкий момент, который меняет всю ее жизнь, она взбегает в Нью-Йорк, где встречает прекрасного парня Ноя, о котором она не знает практически ничего, а не влюбляется. И когда она приезжает в другой город, то узнает секрет Ноя. Оказывается, у него тоже был секрет, и этот секрет изменил ее жизнь полностью. Книга безумно интересная, ну а мы едем дальше. Следующая книга, о которой я хотела бы вам рассказать, это книга Рея Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Это произведение написано в жанре антиутопии, и говорят, что больше всего этот жанр любят подростки. Это произведение основывается на мире, который кажется на первый взгляд идеальным, но это не так. Здесь правят нанотехнологии. Люди могут ни о чем не задумываться и делать только те цели, которые поставлены им кем-то. И если мы привыкли, что в нашей жизни пожарники тушат пожар, то в этом мире пожарники сжигают книги. Книги в этом мире совсем запрещены, чтобы люди ни о чем не думали и считали, что их мир действительно идеален. Но один человек выбивается из такой обычной жизни и борется за спасение человечества. Следующая книга, это произведение английского классика Чарльза Диккенса «Большие надежды». Здесь рассказывается о бедном мальчике, который жил в бедной семье. Но один случай в его жизни полностью изменил его существование. У него появился опекун, который превратил его в большого человека. Рассказ интересный. Следующую книгу я прочитала буквально неделю назад и написал Маркус Зуза. Называется она «Книжный вор». Авторы здесь нам рассказывают события Великой Отечественной войны. Повествование идет от лица смерти. Согласитесь, это уже очень необычно. Рассказывает он о жизни немецкого народа во времена Второй мировой. А именно он рассказывает о жизни маленькой девочки Лизельми Мингер, чьи родители являлись коммунистами. Девушка пережила много страданий, она видела смерть своего брата, видела смерть близких ей людей, потеряла родителей. Но и в ее жизни было несколько прекрасных моментов. Именно здесь она понимает, насколько Гитлер жесток и несправедлив. Видит своими глазами день рождения Гитлера. Но эта девочка очень сильно любит читать, и поэтому она крадет книги. У нее невероятное стремление к познанию нового и чего-то интересного. Следующая книга также написана в жанре антиутопия и называется «Надающий автор» этой книги Лоис Лоури. Здесь рассказывается о мире, который на первый взгляд идеален, опять-таки же, но на самом деле это не так. В этом мире люди решены выбора. Они все видят в черно-белом цвете, за них все решают старейшины. Старейшины подбирают и мужа, и жену, и ребенка, и имя ребенка, и работу. В общем, вся жизнь расписана как по маслу. Смерти естественные здесь встречаются очень редко. И один маленький ребенок решает все изменить, потому что он начинает видеть цвета и понимает, что люди живут неправильно. И в его цели ему помогает человек, которого живут дающие. А удалось ему это или нет, узнаете вы, когда прочитаете эту книгу, потому что вы должны ее прочитать. Она великолепна. Следующая книга — это произведение Мэриэма Петросяна «Дом в котором». Это произведение состоит из трех частей. Первая и вторая небольшого объема, а третья немножечко побольше. Но, несмотря на их объем, книжки читаются очень легко и быстро. Здесь автор рассказывает нам о доме, в котором живут дети-корейки. Они там живут и учатся. В некотором смысле этот дом живой. Он может принять человека, а может нет. Иногда он даже может его убить. Повествование ведется на двух линиях. Мы узнаем о прошлом этого дома, о том, как дети только поступали в него, и о настоящем, что происходит сейчас с этими детьми. Рассказ интересный, и мне он очень понравился своей необычностью. Поэтому я советую прочитать его также каждому. А теперь перейдем к фильмам, мультикам и сериалам. Начну я с мультика «Босс-молокосос». На него я хотела в кинотеатр вместе со своей подругой. И если вы помните, я, по-моему, даже снимала влог на эту тему. Мультик интересный. Он рассказывает о маленьком мальчике, который прибыл в этот мир для того, чтобы спасти свою мини-контору в каком-то, так скажем, параллельном мире. Мультик очень интересный и понравится даже взрослому. Очень подходит для семейного просмотра. Поэтому обязательно после просмотра моего видео идите смотреть этот мультик. Это просто шедевр. Как вы поняли, я очень люблю мультики, фильмы и сериалы, в которых есть что-то волшебное. Следующий мультик, о котором хотела бы я вам рассказать, это «Балерина». Он очень добрый, с такой веселой атмосферой. В нем рассказывается о двух детях, которые сбежали из детского дома ради исполнения своей мечты. Они приезжают во Францию. Режеволосая девочка хочет стать балериной. А ее друг хочет стать великим инженером. И им удается исполнить свои мечты. На их пути становится очень много преград. Этот мультик напоминает нам о том, что в нашем мире существуют тоже добрые люди. И то, что если ты хочешь исполнить свою мечту, и если она у тебя вообще есть, то не надо никогда оставаться, и нужно идти до последнего. Даже если это тебе кажется нереальным. Ну а теперь перейдем к фильмам. Этот фильм, мюзикл, называется «Величайший шоумен». Это, наверное, второй мюзикл за всю мою жизнь, который мне понравился. Во-первых, в нем прекрасные песни. Теперь у меня в плейлисте есть каждая песенка из этого фильма. И в этом фильме очень глубокий смысл. Я считаю, что о мюзикле вообще не стоит рассказывать, потому что мюзикл надо смотреть. И если ты именно тот человек, который вообще не любит мюзиклы, то ты обязательно попробуй хотя бы посмотреть этот мюзикл, потому что мне он понравился, и я думаю, понравится и тебе. Следующий фильм — это фильм «Детектив». Называется он «Убийство в Восточном экспрессе». Здесь рассказывается о великом сыщике, который стал расследовать убийство, которое произошло в его вагоне, в поезде, в котором он ехал в другой город. Естественно, он берется за расследование этого убийства, и оказывается, что убийцей... Об этом я рассказывать не буду, иначе смотреть фильм, как вы знаете, потеряет вообще всякий смысл, но он действительно очень интересный. Следующий фильм — это «Урок окончен», и в нем снимается один из моих любимых актеров — Колл Спроуз. Многие его знают из сериала «Приключения Зака и Коди». Так вот, здесь он, значит, у нас в главной основной роли. Вы видите Колла в совсем другой роли, с совсем другим характером. Здесь он играет героя, который готов на все ради пятерок, чтобы быть идеальным отличником. И один учитель в новой школе ставит ему четыре, и, значит, он такой типа «Ага, значит, я тебе буду мстить». Приходит к нему, начинает сначала его угрожать, потом это переходит за рамки, и он убивает его жену, начинает добираться до его ребенка, и в итоге его останавливает в полиции. Фильм интересный. На самом деле, мне кажется, он показывает нам, что нужно правильно ставить свои приоритеты в жизни. Следующий волшебный фильм — это «Лавка чудес». В нем рассказывается о лавочнике, который продавал игрушки в свой магазин. Магазин у него был необычный, а волшебный, с совершенноими игрушками. Он был живой, чувствовал также эмоции. Когда лавочник собрался уходить из этого магазина, то он посерел, стал черно-белым, и, конечно, спасти его мог только один мальчик, который приходит на помощь. Это волшебная сказка, именно такая, которая мне нравится. Я вообще люблю волшебные фильмы. Следующий фильм — это фильм «Коматозники», в котором снимается одна из моих любимых актрис. Это Нина Добрев. Здесь рассказывается о молодых докторах, которые еще учатся на свою профессию, и они решают узнать, что происходит с человеком и с его головным мозгом после смерти. И, в общем, они жертвуют всем ради науки, даже своей жизнью. Я сразу скажу, что этот фильм — это научная фантастика, но в нем есть некоторые страшные моменты, от которых я просто сидела, такая смотрела, потом такая... Теперь переходим к сериалам. И первый сериал — это «Дневники вампира». Я посмотрела его давно, в нем 8 сезонов. Не пугайтесь, он смотрится достаточно быстро, хотя каждая серия по 40 минут. Но все же... Здесь опять играет одна из моих любимых актрис, опять-таки Нина Добрев. В этом сериале она выступает в роли Елены Гилберт и Кэтрин Пирс. Она великолепно играет, и эти два героя в сериале вообще не сходятся характерами, они полные противоположности, и то, как она это показывает, — это великолепно. Сначала я вообще думала, что это два разных человека. Не знаю, может, там две сестры-близняшки или два просто похожих человека. Но потом я понимаю, что это все играет один человек, одна актриса. Ну, а рассказывается в этом сериале о большой любви, вампирах, о жуткостях всех, которые происходят в этом городе Мистик Фоллс. По-моему, название уже мистическое. В общем-то, в этот город приезжают два брата вампира — Стефан Сальваторе и Дэймон Сальваторе. Стефан Сальваторе и Дэймон Сальваторе когда-то были знакомы с Кэтрин Пирс, и тут в городе Стефан Сальваторе встречает Елену Гилберт. Она полная копия Кэтрин Пирс, и он решает с ней познакомиться. И, в общем, тут начинается вся завароха, в течение которой сначала подруга Елены превращается в вампира, потом Елена превращается в вампира, потом опять в человека, потом в человека превращается в вампир Дэймон. С ним они живут долго и счастливо, но на самом деле я вам рассказала слишком много. Но все, кто любит вампира, обязательно смотрите этот сериал. Я думаю, он вам точно понравится. Следующий сериал — это сериал «Зачарованный». Здесь рассказывается о трех сестрах, которые превращаются в волшебниц, борются со злом. В общем-то, тут все о вечной борьбе добра и зла, о спасении мира, о демонах. Ну и, конечно же, у этих девиц в жизни есть много всего светлого и доброго, большая любовь там, потом впоследствии чего образуется огромная душеводная семья. И действительно фильм интересный, и даже те, кто не любит домистическое, сверхъестественное, даже такому человеку этот сериал понравится. Следующий сериал — это сериал «Одаренные». Он очень плотно связан с «Людьми Икс», поэтому кто любит «Людей Икс», тот смотрит этот сериал тоже. Мне кажется, это что-то вроде спин-оффа. Я ни разу не смотрела «Людей Икс», но «Одаренные» мне нравится. Сериал вышел совсем недавно и даже продолжает выходить. В нем рассказывается о людях-мутантах, детях-мутантах, которые борются с правительством. А правительство считает этих мутантов то, что они убийцы, и сажают их в тюрьмы, проводят над ними эксперименты, всякими наркотиками заставляют их работать на себя. Так вот, эти мутанты не бросают друг друга ни в какой беде, ни в какой опасности, и даже жертвуют своими жизнями ради спасения таких же, как они. Следующий сериал — это «Сумеречные охотники». Он снимается по одноименной книге Кассандры Клэр. Опять-таки же о большой любви, дружбе, борьбе добра и зла. В общем, все проблемы наваливаются на девушку-подростка Клэрри, который только недавно исполнилось 18 лет, у которой крадут-то мать. Она идет ее обвискивать, бросается злом, узнает, что ее отец, о котором она никогда не слышала, очень невероятно злой человек, узнает, что у нее есть брат, который тоже злой, у которого в крови течет кровь демона, и, в общем-то, она со всем этим борется. Следующий сериал — это «Ривердейл». И да, это, наверное, единственный сериал, который реалистичный, без ноток мистики и фантастики. Также его можно назвать и «Детективом». Здесь рассказывается о мистическом городке Ривердейл, который на самом-то деле обычный город, но со своими темными тайнами. Подростки, которые живут в этом городе и учатся в школе, стараются бороться с этим злом и делают все для того, чтобы спасти свой небольшой городок. Ну, подробно рассказывать я не буду, потому что, опять-таки, сериал будет смотреть неинтересно. А тут снимается один из моих любимых актеров, Коуз Проуз, и здесь он играет роль Джакхита Джонсона. Ну и последний сериал, диснеевский сериал «Я Фрэнки». Знаю, что он немножечко детский, более реалистичный сериал, где рассказывается про девочку-робота-подростка, которую создает одна женщина в лаборатории, забирает ее к себе, отводит в школу, где Фрэнки находит себе лучшую подругу, начинает чувствовать такие же эмоции, которые испытывает человек, а потом влюбляется, а потом происходит катастрофа, которая меняет ее жизнь кардинально. Ну а на этом все, с вами была Диана, и если вам понравилось это видео, то не забывайте подписываться на канал, ставьте большие пальцы вверх под этим видео, также не забывайте подписываться на меня в соцсетях и на мою официальную группу ВКонтакте. Ну и задавайте вопросы с хэштегом «Аскди», я буду их очень сильно ждать. Ну а на этом все, с вами была Диана, и я вас люблю, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok